сегодня мы переживаем эпоху резкого изменения оружия в информационных войнах собственно это даже не изменение информацию оружие информационной войны а переход от информационных войн к войнам психическим последние 30 лет запад в продавливании своих интересов в афроазиатском мире наталкивался на одну очень серьезную проблему он не мог пробить своей пропагандой своими ценностями не западные культуры ислам конфуцианство буддизм индуизм то есть на уровне социальной психологии на уровне социо-культурным он наталкивался на стену и в этом отношении скажем исламская культура это значительно более твердый был орешек чем советская культура советская культура принадлежала к западному реалу она принадлежала геокультуре просвещения нужно только было переставить акценты сделать ударное безударным и наоборот со словом так не получалось и вот арабская весна так называемые последних последние события они показали что западные психотехнологи нашли след средства как решить эту проблему они перешли от пробивания стены к ее перепрыгиванию то есть мы воздействуем не на социальную психологию не на социо-культурные коды не на социо-культурные архетипы она психику на психику поведения толпы и то есть на психосферу и то что мы увидели во время арабской весны это прямое воздействие с помощью флеш-мобов с помощью психоинжиниринга на воздействие воздействие на такие пласты ментальной организации которые находятся за пределами социо-культурных кодов то есть на психику и в этом отношении я думаю арабская весна помимо решения очень многих политических проблем и экономических запада она стала таким средством отработки новых моделей психовойны мы переходим от информационных войн к войнам к психическим атакам но не такие которые сказать мы видели фильме чапаев значительно более серьезным которые бьют по объекту минуя то что обычно защищает скажем мусульманин мог защититься своими исламскими ценностями а теперь удар идет сказать мимо этих ценностей сказать такая хитрая хитрая торпеда которая обходит это и бьет по психике и арабская весна хорошо очень показала как это задействовано я думаю что в ближайшие годы мы увидим нечто подобное в других регионах и очень может быть что запад постарается применить такое психоисторическое психосферное оружие и против российской федерации главное заключается в том что последние 25 лет мы живем в условиях не только экономического кризиса но и морального кризиса нет разделяемых ценностей люди не принимают ту систему которая сложилась 91 году потому что понимают что их ограбили в этом отношении вот это раздолбанная моральная ситуация тем более когда нам по телевизору по одному из центральных пока каналов каждый день показывают экстремальные ситуации человеческой деградации и говорят что это и есть норма когда вам вбивают в голову что вы уроды это кстати есть стать форма психической агрессии и у людей в условиях последних 25-30 лет даже больше уже в середине 60-х годов основная масса советского населения перестала верить советские ценности причем не только основная масса населения но и верхушка которая и провела перестройку своих интересах превратившись в собственников в этом моральном вакууме безусловно слабость нынешней россии